Добрый вечер! На посаду першага намесника старшыни Гомельскага Аблывы Канкама призначенный Александр Миколуцкий. Дагэтуль с 2009 по 2013 год и он займал посаду генерального директора Речицкого комбината хлебопродуктов. А с 2013 по 2015 узначальвав Житковицкий райвы Канкам. Житковицкий райвы Канкам узначалю Дмитрий Гайкевич. С 2005 по 2013 и он был директором управления капитального будовництва Калинковицкого райвы Канкама. С 2013 по 2015 намесником старшыни Калинковицкого райвы Канкама. Новый старшыня Веткауского райвы Канкама Олег Архипенко. Дагэтуль працевал на посаде першага намесника старшыни начальником управления сельской господарки и харчаванне веткауского райвы Канкама. Новым старшинью Ирагачовского райвы Конкама призначен Сергей Денисенко. Ранее он працевал на посаде директора открытого акционерного товариства «Жлобинский агротехсервис», а с 2013 по 2015 был первым наместником старшини, начальником управления сельской господарки и харчаванья Жлобинского райвы Конкама. Яким для меня был год молодцы? Это пытание стало название мероприемства, которое произошло сегодня у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Отказный гост стал своясабливым выником молодежного проекта «Поколение мы». У стагодзи сучасных технологий, коли книги все больше вытесняют электронные нозбиты, супрацовники Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина вырошили протягнуть молодых людей у свою установок, повысить престиж паперовых отчитаний и нареште показать, что библиотека сегодня заявляется не только словящим книг, а и местом, где отбываются интересные события и встречи. Гэты мыты стали основными подчас реализации проекта «Поколение мы». Те отрималося их досягнуть, обмерковали представники улады Гомельского областного комитета БРС и библиотечные установы. Заканчивается 2015 год. Мы сегодня подводим не только итоги года, но прежде всего подводим итоги года молодежи. В этом году наша библиотека реализовала очень интересный молодежный библиотечный проект «Поколение мы», о котором уже наслышаны в нашем городе, куда привлекали все активное студенчество наших вузов. И сегодня мы собрались на форум молодежных инициатив и назвали его «Каким был для меня год молодежи». Представители всех гомельских вузов сегодня расскажут о тех проектах и интересных инициативах, которые они реализовали у себя на местах. Гэты проект стал одним из пунктов масштабной программы «Затвеженный на год молодежи». Дякую же ему молодые люди отримали макшимость поспробовать себе в волонтерстве, творчестве и многих инших на прамках. Прошел целый шарик флешмобов, литературных акций, конкурсов, квестов, выстав и концертов. У нас было реализовано очень много проектов, один из которых стал «Антинаркомания». Будем дальше развиваться. У меня есть с едиными мышленниками, создали команду людей. И я надеюсь, что у нас в Республике Беларусь чуть-чуть среди молодежи уменьшится то количество людей, которые закупают психотрудные веществами или спайсы, или наркотики. Проект называется «Курсанты детям». Его проводим на базе четвертых классов. Сейчас мы берем уровень уже повыше детей, постарше, чтобы они умели себя контролировать, владели своими эмоциями в чрезвычайных ситуациях и вообще представляют, как себя вести в той или иной ситуации. Удильники «Сустреч» подали выники працы и обмерковали план супрационництва на ближайший год. И уже сегодня можно сказать, что разом с «Годом молоди» проект «Поколение мы» не скончится. Его реализация протягнется и в 2016-м. Ганна Ковалева, Валера Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У новогодние святы супрационники милиции будут працевать в аузмоцененном режиме. Что год фиксуется рост правопорушений у минавито у гэты «Перед». Пачащаются крадяжы, хулиганства, порушения зуделам неполнолетних. Об этом ишла оговорка по час брифингу у гомельским гарвыканками. У нашей краине истнует отказность батьков за знаходжение неполнолетних на улице у «Перед» с 23 до 61 ранницы. Так, с початку года притягнуты до отказности по гэтой причине крыхом меньше за тысячу батьков по всей области. Гэта значна выше, чем у минулым годзе. С початку года в Украине загинули 12 детей при пожарах, с яких 10 во взросле до 6 годов. 9 детей отримали травмы после неправильного выкористания пиротехники. Определенным образом установить устойчиво топеро-техническое изделие, если оно вдруг не сработало, не надо к ней подбегать и пытаться дальше зажечь. В соответствии с инструкцией его нужно утилизировать. В новой гуте супрационники мытной службы затримали буйную партию контрабанды. Громадянин Украины, окроме конфискованного товару, может развитаться и за автомобилем. Под рабязностью материаля Яугена Пабалавца. На мяже Беларуси и Украины затримана буйная партия мархуаны, больше за 2 килограмма. Службовый собака показал на наявность наркотика у запасным коле автомобиля Митсубиши Паджера. Пять пакетов с мархуаны были старанно схованы внутри кола. А кроме этого, в салоне автомобиля супрационники мыт не знайшли еще больше за 150 килограммов продуктов харчевания и 23 литра алкоголя. Мужчина спробовал все это провести на территорию Беларуси без отповедного оформления. Разбирались двери, разбирался багажный отсек автомобиля. И транспортное средство, наверное, будет конфисковано доход государства. Громадянин Украины 15 годов проживаю в Минску депрессу на рынке у Ждановичах. Поездки с малой родимой до места проживания отбывались от часа в часу. Ализа раздается, что мужчина пошел у своей сабливы ва-банк. За что и отрымая покарания на кшталт героя знакомитого польского фильма. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусмотрена наказанием в виде лишения свободы на 3 до 7 лет с конфискацией либо без конфискации имущества. Евген Поболовец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Республиканская акция «Наши дети» на Гомельщине набыла международный характер. У Чачерском районе сегодня собрались школьники из шести районов в области, а так само из регионов России и Латвии. З якими надеями приехали на святое гоудельники. Патекавился Олег Синцерову. Своей малой родимой, жахарой везки Несимковича Чачерского района Ганнараца, минавито тут, до речи, народилися браты Езюковы, які подчас великой очины стали героями Советского Союза. Их батька некаких годов узначалював местовую школу. Той будинок, правда, не заховався, але традиции гостиности у везцы потребуются и сёння. Несимковичская школа различена на 400 человек, але зараз тут учатся всего 44 школьники. За 2011-го она отстратила статус середний и теперь является базовый, але, не глядячи на невеликую колькість вучню і наставників, до свято тут рехтоваліся, вельми отказно. На гэтый раз у везковой школі сустракалі гасей за шести районов Гомельской области, а так само Красногорського района России і Краславського краю Латвії. Усувізді з чим, назва акція «Наші деці» набыла новая гучання. По сутністі отрымалася миротворчая ёлка, на якій деці стали своясабливыми послами миру. Прежде всего, це миротворча робота, тому що сьогодні у мірі неспокійно, так вот, іменно через деці ми будемо укрепляти і розширять дружбу, але прежде всего, між молодым поколінням. Далі гасей Краславського краю Латвійської республіки, у делу акція «Наші деці» праймає у першиню, кажуть, що завсюді собравали сусіді білорусами і у свій час навіть праймали активний удел у сумісних святах для монумента дружби. А тому і запрошення на гомщину сприняли з радістю і хутко оформили усі необхідні для поїздки документи. На ёлку привезли пісню про росло на латвійській мові, при чим виконують її деці, які не дреноведують білорусську культуру. В-первых, було предложено деткам, які изучають білорусську культуру. У нас є школа національних меншинств, які изучають разные культуры, в тому числе білорусську. Було багато желаючих, але можливості транспорта ограничені. Почас проведення акції білоруси, до речі гасей со своєю культурою, знайоміли так само, в делі чого організували екскурсію у шкільний країзнавчий музей. У експозиції речі, якими нікаві користалися прородки сучасних молодых несімковічан. Простовніки Красногорського району Бранській в області Росії кажуть, що некаторі з таких експонатів бачили у себе на роддімі. До границі Російській Федерації от Нісімкович у сягу коля 40 км, а тому у сусідів у саправді шматагульних. Молоді росіяні і на акцію наші діти приїхали перш за все, як нас зустрічу за сябрами. До речі у складі російській делігації головному чинамі діти з малозабеспеченніх ті шматдетніх сем'ю. Коли побуваєш тут, на день точно забуваєш о всіх проблемах. І заріжайся цей теплом, цей любов'ю, цей желанням дружити і зробити другого чоловіка щастливим. Олег Сентюров, Євген Макеїнка, Телеради компанії «Гомель», Чачевський район. У сягу ніколькі дзен засталося до самого любимого свята беларусів – Нового года. Раннішнікі і добрачынныя акцій, концерты і забавляльнія мероприємствы. У гэтай дні казка приходзіць до кожнаха. Завершаюцца і апошнія сямейнае приготавання, набыцю подарункаў для родних і сябруў, прысмакаў до святочнага стола і зразумела упрыгожування новогодніх дреў. Тым часам галунная елка «Гомеля» ўжо змонцірована, упрыгожана і што дзень збірае вакол сябе дзятей і дорослых. Побач з ёю загадала свае новогодніе жаданні і наш корреспондент Марына Сівір'янова. Галунная святочна пляцовка «Гомеля» сё літа перетворилася ўсаправдный казачный гарадок. У центры – ёлка. Побач з лесной прыгажуння сё літа з'явілася міні-резиденція Деда Мороза, город-маестро, пятиметровые ёлышнія цацкі, а таксама гандлёвые рады. Уся новогоднія композиція виглядае як декарація дэвідовічнага новогодніга спектакля. В этом году площадь Ленина оформлена в комплексі, разработана концепція. Начнём с ёлки. Центральна ёлка высотой 31,7 метр по верхушке звізды. Оснащена гирляндами, которые модернізированы, существуючі. Изменена динамика, количество лампочек – 5600. В целом, площадь Ленина оформлена эллюминационными лампочками в количестве 12 тысяч. Распочався і ёлочный гандаль. Для продажу толькі гомельскі леснікі подрихтовалі з виші 17 тисяч новогодніх прыгажунь. Самая простая древа ад одного метра каштуя каля 105 тисяч рублёв. Ёлка вышынёй да двух метрів, каля 140, а вось трёхметровая древа покупняку обидзіця ў 160 тисяч рублёв. Особліва популярныя древы у катках. Цена трохі більш за полмільйона. У трэнзі ў гэтам годзі яловые букеты і галінкі. Ёлі все паступають в торговлю свежі. То есть, будуть па мере необхідімасі, будуть проводзіцца вырубка ціх ёлі новогодні. Ёлі будуть подвозіцца в торговлю, соответственно, для реалізацій. Но ці ёлі, вони є у нас налічі, і вони гатовы для продажи. Магазіны таксама падрихтоваліся до нового года. Не толькі упрыгожылі вітрыны і гандлёвы залы, але організавалі скидкі і акція. Нікаторые товары можна набыть за пауцаны. Будуть також привлікатся производители совместно з торговыми предприятиями по проведению новогодніх скидочных мероприятий, плюс акції всевозможних рекламных мероприятий, промо-акції і ігры акціонные. Для аматорів зустрікаєт Новий год активно і творча, організатори свята придумали навіть особливу програму. В цьому году були придумані различні креативні мастер-класси. Можна прийти научиться піти пірок, особливий новогодній, чи торт. Можна зробити 3D-снежинку. Можна зробити з якніх нибудь подсобних вещей обез'янку. І ще у кожному районі Гомельської області відкрилася своя резіденція Дєда Мороза. Тому усе святочне пажаданні обов'язково здійсняться у новом 2016-м годі. Марина Сєвр'янова, Дмитрий Радзянка, Телєра, Дея, Компанія Гомель. На гэтым випуск завершено. У студій працювала Наталья Ігнатєнка. Усяго вам доброго і до нових зустріч у ефірі.